сделаю пояснение вот перед отъездом по поводу этих частот и по поводу того как работала та установка полностью которую вы приезжали смотреть то есть вот ее схема вся с блоком синхронизации вот катушка она у тебя есть еще раз кину вот она наша главная эта катушка 1 то есть сейчас я буду находить полностью все режимы работы на его заземление на базе вот этой катушки то есть берем катушку сейчас найдем ее собственные резонансные частоты вот этой катушки все это сотая труба намотана одним миллиметром кабель подсоединено сейчас и генератор и осциллограф вот таким образом к одному концу и генератор и к этому же концу осциллограф она сейчас висит в воздухе сейчас я дорисую мои приборы они все заземлены вот так это земля 2 она простенькая киловатт даже не выдерживает то есть киловатт не цепляешь она уже потери идут здесь амическое сопротивление очень большое ну для генератора для аппаратуры вполне достаточно вот то есть сейчас вот таким образом подключена сейчас я буду подавать частоту и найдем просто резонансную частоту вот этой катушки как она вот сейчас здесь есть вот так на столе лежит со всеми предметами кто какие рядом находятся сейчас будем искать то есть просто резонанс самой катушки ищем я просто уже искал меня здесь вот поблизости вот он да все пляшет но амплитуда вот максимальная амплитуда вот она у нас поднялась а сейчас чуть-чуть еще можно научить очень жесткая вот именно вот в таком плане когда на воздухе очень жесткий резонанс вот максимальная амплитуда триггер чуть-чуть ошибается понятно минус не висит 1 мегагерц 183 килогерц один мегагерц но грубо один мегагерц так вот чисто резонансная вот эта частота вот этой катушки сейчас вот так лежащий на столе 1 мегагерц теперь мы сюда к этой катушки вот к этому концу подключаем наше заземление заземление рабочее то есть это первое заземление рабочее вот и теперь в совокупности с частотами которые идут из земли или которые будут возбуждаться будем искать максимальный пик амплитуды вот этой катушки это одна мегагерцовая то есть ее собственный резонанс один мег один метр подключаем наше заземление ко второму концу вот она все подключили второму концу резонанса естественно нету теперь ищем резонанс максимальный пик амплитуды понятно что он уже не может быть даже уже не быть таким как он был свободным но он появится ну вот на 4 что-то появлялась у нас ошибка высокие мало интересует так срывает плохо здесь уже идет модуляция лезет 50 герц вот он вот он прыгал вот максимальный пик вот он причем пик получился намного больше даже чем свободный да то есть ход ну то есть амплитуда и вот она наша чистота почти 5 мегагерц то есть смотри колебательный контур резонансная частота которого собственно 1 мегагерц начал колебаться намного серьезней при подключении земли до на 4 и 8 так вот здесь сейчас получилось совокупности работает с одной из гармоник то есть это районе 5 мегагерц вот это одна ну на нее очень сложно сделать чего-либо высокая так что ищем именно третью я знаю что это уже четвертое и пятое или пятое даже по своему заземлению то есть по отношению к моему моей земли то есть искать будем чуть пониже потому что если их рассмотреть они немножко кривые но между прочим в них вон в этих четырех мегагерцах присутствует еще одна уже ломленная то есть можно лезть еще выше я так думаю как и у смита что он еще выше стал но мы не будем мы еще будем делать искать то на чем мы можем сделать пошли ниже все вот теперь кратность будем искать радность кратность 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 очень-очень-очень-очень четко можно проскочить потому что их тут куча вот она вот вот она максимальная амплитуда почему она так не вырастает ни шибко не пляж потому что сейчас колебания земли не совпадают с резонансными частотами контура но нам надо определить их увидеть через катушку вот они 1847 прошлый раз когда я проверял до переделки заземления они у меня встали на 17 то есть вот она 17 это уже реально мегагерц так вот 1 и 7 мегагерц вот она эта штучка которую то есть у меня дома свободно собирал и уже игрался с ней то есть вот 17 мегагерц и сама земля вместе с конечно с куском кабеля с учетом у нас как раз получилось 18 но сейчас здесь новый кабель заземления то есть это сейчас не у меня прошлый раз кабель заземления рабочий был когда было нас 17 у меня был линцентрат то есть шло несколько несколько проводов в кабеле заземления до самой установки сейчас этого нету то есть простой кабель вот он естественно он вносит свои погрешности да и поэтому сейчас система показывает 1 и 8 чуть чуть больше до добавилась индуктивность кабеля это ничего страшного то есть все равно мы знаем коридор то есть вот именно к этому куску кабеля вот именно прям сюда когда подключать надо делать нашу первую очередь теслу то есть саму теслу передающую вот эту делать именно на 1 и 8 на 1 и 8 мегагерц так вот когда тесла начнет работать совокупностью с частотой земли 1 и 8 мегагерц она начнет при минимальных затратах выдавать максимальную амплитуду то есть все то есть вот этот колебательный контр тесла вот этот будет работать совокупностью с гармоникой земли и вот на эту же частоту надо настроить вот этот конденсатор то есть вот этот конденсатор наш вот этот приемный я понимаю что я здесь сейчас на видео не буду затрагивать все атомарные процессы происходящие вот здесь межбитковые за счет которых конечно по сути дела у нас и происходит накопление электронов вот так вот вот эта штучка должна собственные колебания резонансной быть по максимальной близости к 1 и 8 мегагерц сама тесла должна без вот этой вот вот с учет без учета вот этой емкости то есть сам колебательный контур уже должен стараться стремиться стать ровно на 18 мегагерц потому что при подключили потом вот этой антенны и совокупности работы вот этой системы она не забьется потому что ее собственной резонансной частотой 17 у этой 17 то есть вот это все станет гармонично конечно она возможно будет по какому-то концу противофазе но это неважно вот так что вот вот так я определял и настраивал почему с этой конструкции очень просто она очень стабильно получилась работа потому что я все уже частоты заземления знаю так теперь определив частоту тесла определив частоту накопительного конденсатора катушки мы можем определить такую же гармонику нам выбрать низкочастотную вот эту тут можно просто математически уже пойти то есть если это 1718 мегагерца то есть высокая низкую мы уже можем кратную выбрать и в ней уже запустить наши три амплитуды почему 3 давай развернем наши все эти штуки как они рвутся то есть видишь как они рвутся как старается сама земля уже на более высоких частотах вот под них и надо попасть то есть это просто да можно математику то есть в три раза меньше можно 6 раз меньше но я делаю не так я все-таки вот так же проверяю еще и на какой низкой частоте потому что математика математикой а по факту низкая частота может быть чуть вправо либо чуть влево вот для определения низкочастотного колебания то есть вот этого лица контура я проверяю точно так же можно сделать две три таких катушки убедиться в 10 раз то есть допустим три разные катушки вот такие на 40 на 100 трубе узнать их не резонансные частоты а потом их прогнать к заземлению полученному все равно упираешься практически в одни и те же частоты то есть теперь надо определиться с низкой частотой с низкой частотой определяемся точно также ищем землю то есть на какой у нас будет токовое движение все теперь уходим от нашей резонансной частоты и переходим на очень низкие частоты и чё мы видим и я просто уже примерно сам знаю вот она а в ней уже в них вот в них уже присутствует наш 11 и 7 мегагерца вот они вот они красавцы кстати здесь низкочастотный порог очень большой на самом деле сейчас вот он красота какая ну просто как вам лучше определить показать находим вот более стабильную частоту вот она нашли здесь я убавил а вот низкая частота начиная от 7 мега от 7 килогерц 7 и 8 килогерц идем выше нам нужна кратность частот вот кратность попали более стабильная 18 килогерц вот самый удачный вариант 18 килогерц но я делал на 32 сейчас посмотрим что у нас на 32 вот они то есть порог до 32 дальше уже падение амплитуды то есть от 17 килогерц до 32 то есть вот этот контур вот я написал 17 37 все это совпадает опять таки же с низкочастотным колебанием земли они есть еще ниже но на воздушном трансформаторе ниже опускаться 17 килогерц смысла нет все теперь смотри мы определились здесь а 17 мегагерца здесь а в 1 и 7 мегагерца здесь от 17 до 30 килогерц сигнал синусоидальный поэтому посрать он будет складываться вот здесь вот так и все упирается только в частоты заземления так ну а теперь как бы самое главное что делает эту установку волшебной пару слов тебе будет виталия понятно то есть я же заострил внимание да что способствует накопления то есть это не какие-то особые резонансы электронов и какие-то фантастические частоты ну конечно это все надо учить за счет этого учитывать за счет этого мы имеем таковое токовое движение да то есть силу которая это все двигает но как же происходит накопление почему буквально на 10-15 витках у нас получается амплитуда реактивки за 600 вольт переваливает активка как раз получается то есть за счет чего здесь происходит накопление то есть всей этой системы то есть когда мы в совокупности земной сделали нашу теслу мы имеем вот такой синус у нас здесь частота этого синуса но уже выяснили здесь у меня в районе 17 18 мегагерц что получается у нас получается фронт рабочий вот такой вот он если его еще и делить отрицательной земли нас интересует только верхний полупериод почему то есть здесь у нас работает чисто легкий легкий водород не более того то есть фронт удара проверено на 10 раз вот для чего нужна вот эта шняга все ее цепляют не понимая чего не делать для чего то есть к чему я это говорю допустим все мы соблюли все частоты совокупности работу тесла с землей все мы получили нашу долгожданную прибавку по движению то есть затраты наши токовые уже будут намного меньше чем здесь то есть что ты сейчас в принципе виталий на 4 встал то есть как бы есть добавка до которая ну допустим мы загоняем в нашу систему совокупности получит допустим загнали мы 100 ватт в нее в работу мы как бы видим на выходе наши уже 400 ватт ну грубо говоря да то есть мы видим что к нам подключается вот эти токовые движения у тебя этого мало и как такового нет 400 там ватт 200 у тебя то есть 50 процентов то есть сто процентов сверху ватт 200 у тебя работает на лампе о чем это говорит о том что у тебя частично включается совокупность работы то есть у тебя это не подобно вот то есть подогнав мы как раз и увидим 1 500 то есть 500 ватт как бы будет на выходе да но у нас не будет амплитуды то есть токовом движении мы увидим если не как вот частично ловить а именно все в совокупности мы увидим прибавку возможно сделать сама запит то есть сделать свой инвертор рассчитанный на 100 вольт то есть амплитуды как таковой выходной не будет и сделать сама запит и в этот в этом режиме мы увидим что установка просто работает сама на себя более того любое вмешательство в нее полностью глушит ее теперь когда у нас все совокупно работает мы имеем токовое движение в которое мы уже можем не влазить наша задача заставить работать вот этот накопитель так сказать электронов из среды то есть все вот это пространство заставить работать вот большое внимание не буду делать рассказывать про все процессы тебе будет и так понятно то есть что делает наша вот эта штучка вот это индуктивность между нашей теслой и ударной антенны делает она следующее ее индуктивность как раз она подстраивается практически буквально на ходу и чуть-чуть еще подстраиваться когда уже даже включалась она эта установка что она делает индуктивность этой катушки как раз равняется меня вот этому полу периоду вот этом то есть соответственно будет вот этому равняться ударное что происходит а происходит у нас следующее когда у нас вот так амплитуда идет я ее вот нарисую то есть фронт у нас он очень мягкий но такой плавный даже с учетом что он 1.7 мегагерца подключив вот эту индуктивность сюда мы позволяем вот в этот промежуток времени накапливать этой индуктивности ток а вот здесь уже когда индуктивность накопила ток мы видим ход такой выброс на антенне и вот именно этот фронт уже равняется скорости соударения атомов практически раз равной скорости соударения атомов именно водорода в плазме то есть вот этот фронт он уже наносекундный и вот именно вот эта индуктивность позволяет вот тут накопить и произвести удар а затем уже плавный сход причем никак это не мешает работе тесла то есть вот эта индуктивность съедает вот этот фронт вот до сюда где-то здесь она уже накопила и полностью выдает бросок причем вот это как бы резинка позволяет тесле в полном объеме практически набрать то есть на тесле мы видим вот так набор почти полный то есть она в полном резонансе затем она видит нагрузку так как индуктивность и она ее свободно выдерживает и на антенне мы видим вот такой бросок вот это фронт удара в совокупности с работы с общей и позволяет здесь появится тому виталь вот как раз тому что ты наблюдаешь в ударе своем разряднике то есть вот здесь происходит резкое разделение зарядов и их продолжительное движение вот такое в совокупности с работой низкочастотного низкочастотного то есть вот как раз этот фронт позволяет сделать удар почему он эффективней я согласен что этот фронт никогда не будет жестче разрядника но смотри в разряднике у тебя ты используешь твс у тебя фронт удара вот твс вот здесь разделение зарядов и твс выход максимально 3 ну может быть три с половиной тысячи вольт то есть твой разрядник бьет три три с половиной тысячи вольт у теслы же вот здесь а переваливает за кило за десятки киловольт то есть я измерял когда еще было щуп позволяющий лезть в 36 тысяч вольт так вот этот щуп 36 тысяч вольт не выдерживал то здесь больше было 36 тысяч вольт то есть к чему я говорю я согласен что вот этот период накопления уже будет на антенне нарастать может быть будет вот тут а вот нарост уже на антенне до 1000 вольт но после того как индуктивность сожмется мы появлю выброс вот этот силы удар инерционный амплитудой за 36 тысяч вольт то есть да мы имеем фронт у нас короче чем в разряднике но за счет протяженности амплитуды с десятки раз превышающие фонт разряда простого простой твс ки мы выигрываем то есть получается если ты твс ки производишь вот этот фронт который ты видишь индуктивный до такой нарост напряжения всего лишь три тысячи вольт то я использую 36 тысяч вольт даже больше вот так